В селе Юлдуз и деревне Плоское Шадринского муниципального округа десятки семей остались без крова. Огонь распространялся стремительно, люди в спешке покидали свои дома. Пункт временного размещения для погорельцев был открыт на базе школы села Верхозино. Работа началась 7 мая, около 15 часов дня. Первыми стали поступать люди из деревни Плоское, а затем из села Юлдуз. В течение суток здесь была организована работа, доставка воды, горячее питание. Приняли мы большое количество людей, ночевали на данной территории 90 человек. Утром 8 мая большинство погорельцев отправились обратно в свои населенные пункты. Часть уехала к родственникам. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, потому что буквально в течение, наверное, трех часов с утра сегодняшнего дня нам привезли большое количество продуктов, предметов первой необходимости, средств гигиены, одежды, поскольку люди погорельцы приехали практически без верхней теплой одежды, кто-то даже без обуви. Сегодня можно сказать, что мы практически всем уже оснащены, снабжены, люди продолжают получать все необходимое. Оказывается медицинская помощь. В случае экстренных вызовов работает скорая помощь. Значит, мы размещаем людей в районной больнице, на территории БСМП. Большая часть пострадавших от пожара была из села Юлдус. Ну, само собой, конечно, были в курсе и выдали и сухопайком продукты, и тут, в общем, показали всю помощь, которая возможна. Единственное, по выплатам мы ничего не понимаем вообще, что нам делать дальше, потому что я с тремя детьми осталась без жилья. Только закончила ремонт, полностью мы его оснастили всем мебелью, там, ну, все, все, что можно было сделать, сделали, и вообще, вот вообще ничего не осталось просто. Буквально вот мы, когда вышли, ну, когда объявили об эвакуации, уехал первый автобус, и все, и буквально это вот вопрос был 15 минут, потому что ветер поменял направление, а огонь шел поверху, и мы даже не успели. Ну, я говорю, мы даже не знали вообще, как. Многие люди и не увидели этот автобус, который вот нас уже собирал, и вот они сидели во враге, в воде, потому что горела Могилева, горел Юлдус, и вот они, ну, во всем этом дыму, и их потом уже тоже эвакуировали, привезли вот сюда. Честно, я, с одной стороны, я вообще в шоковом состоянии нахожусь, и с другой стороны, столько людей, неравнодушных вообще ко всей этой ситуации, потому что люди идут, идут, и конца этому нету, и мы уже, ну, когда здесь пункт приема закончился, в плане того, что мы уже всем были обеспечены, мы сами уже тоже стали помогать, перенаправлять тех, кто привозил помощь, чтобы они везли туда, где она сейчас вот более необходима. На данный момент пункт временного размещения разворачивается в селе Юлдус. В Шадринске для пострадавших от пожаров были открыты сразу несколько точек сбора помощи, в частности, в Центре социального обслуживания в экоцентре «Разделяйка». Первыми оказать помощь погорельцам решили сотрудники компании «Этажи». Хотелось бы отметить, что люди у нас добрые. Идут вообще вот и вещи, и продукты, и постельное белье новое, все несут. В общем, я не знаю, слов нет. Планировали вообще изначально на своих машинах все отправлять, но люди, добровольцы говорят, давайте мы тоже отвезем. Честно, где-то после 56-й машины я уже сбилась легковой. Приехал пятитонник, полностью загружен был. Отправили там, прям проседал даже, выгружать пришлось. Двух тонник отправили. Больше всего, естественно, необходима вода, потому что там нет электричества никакого, люди сидят без всего влажные салфетки. Желая оказать помощь, не терять обдительности, не переводите деньги неизвестным людям. Напоминаем, что с 7 мая из-за пожаров на всей территории Курганской области введен режим ЧАЭС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова